Здравствуйте! Вы смотрите программу Директива Дугина. Напоминаю всем, что идет Страстная Неделя. Впрочем, вы это помните. Сегодня Великий Вторник. Во вторник Страстной Недели вспоминается проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме. В этот день Господь рассказывал ученикам о Втором пришествии. Первосвященники и старейшины хотели схватить его и убить, но побоялись народа, который почитал Христа за пророка и восхищался его учением. Во второй день Страстной Седмицы в храмах также вспоминается притча о десяти девах, которая внушает верующим постоянную готовность к встрече небесного жениха, целомудрием, милостынею и совершением благих деяний. Великий Вторник, так же, как и Великий Понедельник, торжественный и строгий. В этот день поминается проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме, в которой он говорит о страшном суде, о Втором пришествии и о заблуждениях иудейских сект, которые ищут его убить. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» повторяет Христос семикратно, подчеркивая проклятие, которое обрушивается на тех, кто отвергает Бога и погрязает в ересях и ложных умствованиях. Христос снова приходит в Иерусалим из Вифании и учит народ. Он описывает приход жениха в притче о десяти девах. Пять из них были разумными и заведомо купили лампадное масло, чтобы встретить жениха, приходящего в ночной час. Опять были глупы и не запаслись маслом. В этом смысл христианской культуры ожидания. Тот, кто всей душой ждет важнейшего события мировой истории, тот всегда готов к нему. По другому толкованию, пять умных невест – это пять органов чувств внутреннего человека, нашей души. Душа, ожидающая Бога, не спит и всегда готова его встретить. Пять глупых дев – органы внешних чувств. Они обращены вовне, они не знают таинства ночи и принимают химеры мира за чистую монету. Внешний мир – это тяжелая галлюцинация, уводящая нас от сути. Все по-настоящему ценное внутри нас, в нашей душе, в нашем сердце. В этот же Великий Вторник Христос, отвечая на язвительный вопрос о выплате налогов Римской империи, излагает суть политического учения о христианской церкви. Кесарю – Кесарева, а Богу – Богова. Империи надо отдать то, что ей полагается – служение, налоги, верность и законопослушность. А Богу – веру, любовь и почитание. Проклинает Христос Саддукеев, самую зловредную иудейскую секту, которая отрицала в иудаизме все то, что было связано с ожиданием Мессии, с воскресением мертвых и с жизнью души после смерти. Именно Саддукеи дальше всего отстояли от учения христиан. Кстати, именно они представляли в иудейском обществе финансовую олигархию и торговую элиту. Как все похоже на современность. И, наконец, Христос обличает и фарисеев, чье учение было намного более традиционным и близким христианскому, но их беда была в другом. По сути, фарисеи были подобны великову инквизитору. Живой Бог им мешал, так как они хотели править от его имени, следуя только мертвой букве, превратив живую веру в неподвижный юридический свод предписаний и обрядов. Отсюда пошло негативное для христиан выражение – фарисейство, означающее то же самое, что лицемерие – формализм. Однако дело тут еще глубже. Даже самое правильное учение, в том числе и наше христианское, если оно утрачивает живой контакт с Богом, постепенно превращается в свою противоположность. На место жизни становится ее симуляция, на место духа – буква. Достоевский в притче о великом инквизиторе, как образец фарисейства в христианском обличии имел в виду прежде всего католического папу. Но как мы можем быть уверены, что тот же порог, особенно в последние времена, не коснется и православия? Дай Бог, чтобы мы внимали грозным словам Спасителя. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! И, наконец, в этот же Великий Вторник, в Евангелии от Матфея, мы слышим грозные слова о Втором пришествии и страшном суде, созвучные пророчеством Иезекииля. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою Великую». Вот эти слова Великого Вторника описывают то, что нас ждет в ближайшем будущем. Это своего рода прогноз о завтрашнем дне цивилизации, о ее неминуемом конце. Никакими техническими ухищрениями не укрыться от могущества карающего ангела, от ангела-истребителя, грозного Херувима. До свидания! Это была директива Дугина о Великом Вторнике. В наилучшем положении в момент Второго пришествия окажется то общество, люди которого смогут сказать о самих себе. Мы готовы ко Второму пришествию.